здравствуйте на канале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы сегодня у нас вопрос о молитве является ли совместная молитва более действенной чем личная начнем с простого действительно священном писании прямо написано это слова самого господа нашего иисуса христа в евангелии от матфея истинно говорю вам что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни попросили будет им от отца моего небесного ибо где двое или трое собранные во имя мое там я посреди них поэтому господь прямо благословляет нашу совместную молитву и именно совместная молитва и являет собой церковь не случайно апостол павел в своем послании употребляя такие слова когда вы собираетесь в церковь ну и дальше продолжает что нам необходимо делать знаете некоторые бабушки да и не только бабушки а люди открывающие эти строчки читающие для себя думают что когда вы собираетесь церковь это когда вы собираетесь в храм пойти но после павел имеет в совсем другое что когда вы двое или трое собираетесь вместе вы собираетесь в церковь вы и есть церковь вы и есть двое или трое молящийся и есть церковь потому что господь находится посреди вас и поэтому в церкви с древнейших времен существует так называемый то что сейчас называется таким канцелярским словом общественное богослужение когда мы действительно собираемся вместе в храме например или не обязательно в храме это может быть где-то даже на природе какой-нибудь крестный ход например или еще что-нибудь но мы собрались вместе для того чтобы господь был посреди нас и эта молитва действенно потому что господь прямо обещает нам что он исполнит наше прошение если мы согласимся просить его о некоем деле с другой стороны само по себе слово действенной является в некотором смысле соблазнительный являя еще раз прочитаю вопрос который нам задают является ли совместная молитва более действенной чем личная здесь так и хочется сказать что наверное у личной молитвы эффективность будет три килоджоуля у совместной молитвы наверно целых пять ну конечно это глупо и нельзя рассуждать о молитве в килограммах джоулях или ньютонах или еще в каких-то физических единиц их измерения потому что хотя к сожалению многие люди относясь к молитве в некотором смысле магически именно так и пытается ее оценить и например вот на таком не вполне верном подходе многие люди основывают свою молитву по соглашению например что вот чем больше мы сейчас наберем народу и обязательно в то же время эту молитву прочитаем и обязательно вот такой формулировкой чтобы всех были запятые одинаково расставлены вот и прошение было дословно одинаковое потому что вот так как уже опираемся на слова господа согласятся они на земле просить о всякой вещь то тогда господь вот но он тогда уж точно нас услышит такая магия православная и конечно этого делать не нужно потому что на этой теме спекулируют многие люди в том числе и это сказать желающие каких-то финансовых пожертвований но даже если и без этого вот если мы оставим все это за скобками потому что часто люди желают получить просимое да и деньги ты любые готовы заплатить и в этом в общем может быть нет ничего дурного готов все отдать лишь бы господь помог услышал ответил но в этом есть некий некий неправильный взгляд на бога и в этом смысле ересь что богу нужны какие-то очень точные правильные магические ритуалы если они правильно исполнены в килограммах в метрах в дюймах в сантиметрах в цветах там еще в чем-нибудь то тогда вот он точно исполнит а если мы чего-нибудь нарушим неправильно произнесем это знаменитое экспеллиармус или там еще что-нибудь то вот тогда она не сработает и тогда молитва будет недейственной и поэтому вот само употребление слова действенным действенное или не действенное по отношению к молитве оно такое вот условное то есть мы должны понимать да что ведь действует в конечном счете не молитва и поэтому у меня всегда на подозрении очень важные правильные замечательные описание когда она вымолила своего там мужа например что вот она все правильно делала и очень очень постаралась и только тогда злой жестокий господь ответил на ее молитвы а не любящий нас отец готов мгновенно ответить на любое движение нашего сердца другое прошло движение этого сердца должно быть и конечно когда движение многих сердец направлены на одно богу в некотором смысле проще сделать нас молящихся соучастниками его милости изливаемые на нас мы своей молитвой ничего не можем добавить ни к его любви ни к его милости но по своей не изречен по своему неизреченную милосердию он делает нас соучастниками своей любви когда мы еще такое молитва возношение ума и сердце к богу когда умы и сердца согласившихся просить отца о каком-то деле возносится к богу ему естественно и просто излить на нас свою милость внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и и и